Я прошу прощения, я несколько такой простуженный, поэтому и голос у меня сегодня не супер. И я буду там прокашливаться, что-нибудь в этом роде, но вы уж меня извиняете. Да, я сегодня расскажу немножко про Apache Spark. Я бы так сказал, что это вот все про то, что как перестать бояться и начинать использовать Spark, потому что люди, которые пробовали Machine Learning, они там открываются в кинутбутике, или в Python, что-то там делают, или в Wery, а потом, когда приходят, им надо что-то сделать такое побольше, они, значит, раз и все. И на этом их энтузиазм обычно заканчивается, они, значит, в ужасе убегают, и говорят, что нет, нет, мы не будем больше использовать эту штуку, она очень сложная и все очень плохо. Я сегодня расскажу, что на самом деле все просто, если приложить к этому немножечко головы. Сейчас я хочу просто немножко поработать с аудиторией и понять, кто что знает, чтобы делать какие-то правильные акценты, потому что на презентации у меня минимум, а проговаривать я буду существенно больше. И мне хотелось бы вот как такому заправскому преподу, я проработал в SPBGU 15 лет, до того, как я еще стал работать, значит, в компании Mail.ru. Я поэтому хочу понять, кто чего знает. Вот поднимите руку, кто программирует на Java. Теперь поднимите руку, кто что-нибудь знает про функциональное программирование. Хорошо. Кто программирует на Scala? Отлично. То есть, в принципе, есть небольшой кусок людей, которые будут все понимать. Есть оставшиеся люди, которым нужно будет что-то объяснить. Не вижу в этом ничего страшного, поэтому давайте… Сейчас я попробую… Я никогда не умел пользоваться кликером, но я попробую. Значит, то есть какой у нас план? Мы на самом деле разделим нашу большую лекцию. Это может быть просто лекция, но я буду как раз с вами вас что-то спрашивать, взаимодействовать с вами, потому что совсем лекция довольно скучна. То есть вот план примерно следующий. Я расскажу именно про то, как начать пользоваться Spark. То есть это будут некоторые входные такие данные, чтобы вы перестали бояться, чтобы вы понимали, как это работает примерно, то есть про что это, в чем вообще радость всего этого дела. И потом я немножечко расскажу про кейсы, где вот Apache Spark можно использовать. Я даже разберу, как написать рекомендательную систему примерно на два слайда. То есть оказывается, что если руки есть, то можно написать маленькую рекомендашку на два слайда всего. Это довольно интересно. Прямо на Scala и на Spark это будет такой простой кейс, а потом будут кейсы про Big Data. Есть просто такая задача про то, как вот оценить полу-возраст человек в социальной сети, если он вдруг указал его неправильно или не указал. Я не знаю, вы, наверное, слышали, что есть такая проблема, называется Default Value Problem. Это когда человек говорит, я не хочу ничего указывать. И вот в зависимости от того, где в нужный момент были руки главного разработчика, когда это все писалось, от этого зависит то значение, которое попадет в Storage. И зачастую, даже когда руки были в нужном месте и как бы все даже сложилось хорошо, но бывает, что так раз, и если вы ничего не указываете, оказывается, что вы там, не знаю, родились 1 января 1970-го. То есть когда вы смотрите на распределение возрастов, вы видите соответствующую шпильку. И вы думаете, черт побери, неужели у нас так много людей родилось 1 января 1970-го года? И как же это поправить? А еще самое главное, что сейчас, наверное, среди вас там, не знаю, есть феминистки. Ну, не мужчины, очевидно. Мужчины феминистки, конечно же, тоже бывают. Но слабого, что нет, потому что иначе сейчас у меня полетели какие-то копья, потому что у нас качество Default Value по умолчанию полумужской. Мы отдельно еще с вами поговорим. Мы в этом смысле не ЦРУ и не ФБР в США, где количество полов каждого 12, там можно выбрать или что-то в этом роде, у нас все намного проще. Но тем не менее. К этому вопросу мы еще вернемся. Это довольно занимательно. Оказывается, что если внимательно подумать, то вот эти проблемы можно убрать задешево. И существует очень много способов это сделать. И вот мы посмотрим, как применять анализ социального графа, чтобы выравнивать возраст. И потом посмотрим на пользовательские интересы и просто на статистические какие-то простые данные, чтобы получить нужные ответы. Теперь давайте… Что такое Apache Spark? Вообще, понимаете, кто вообще знает? Кто пробовал? У кого получилось? Отлично. Вот это очень правильная воронка конверсии в Apache Spark специалистов. На самом деле она еще уже, потому что я еще не спросил, у кого получилось хорошо. Это отдельный разговор. Теперь смотрите. Во-первых, конечно, все слышали про Hadoop. Все слышали, что Hadoop – это что-то про MapReduce. Понимаете, кто слышал, что про MapReduce вообще? О, круто, круто, круто. А кто в своей повседневной жизни использует две эти функции? В каких-то… В Python же есть MapReduce тоже. Кто использует? Кто на Haskell пишет? О, вот эти люди точно знают вообще. Что такое свертки, то есть все хорошо. Это мои клиенты, они сейчас будут все понимать, будет все понятно, и они сразу в раз станут суперспарк разработчиками. Я на самом деле тоже из Haskell пришел во все это. Итак, смотрите. Это некоторый фреймворк для распределенных вычислений. Я не буду говорить слово Big Data, я потом вам объясню, почему. Я вообще расскажу вам, что такое Big Data, как это правильно понимать и когда это не надо вообще говорить. Теперь что еще нужно сказать про Spark. Spark поддерживает много языков программирования. Вообще Spark это такая инфраструктура поверх JVM, виртуальная машина Java. И два основных языка, конечно, это Scala. Scala тот язык, на котором опасть Spark написан. И Java, собственно, на котором тоже можно много чего сделать. Почему-то очень многие люди любят Python в качестве языка программирования для Spark. Я не очень люблю, потому что это очень здорово, пока у вас все работает. То есть как только у вас что-то перестает работать, когда вы пишете на PySpark, то вот вы уже и даже не знаете, кому пойти, кому… То есть звонок другу – это уже просто такая единственная опция, которая вам помогает выжить в этой ситуации. А если мне уже позвонить некому, то я предпочитаю писать на Scala. И сегодня я буду как раз рассматривать какие-то примеры, но довольно простые на Scala, и вы легко можете их перенести и в Python, и если вы просто не писали даже на Scala, знаете Python, то вы поймете, как это все работает. Я все покажу, и ничего сложного на самом деле не будет. Но в принципе, говорит, есть еще поддержка R, и даже я знаю, что есть люди, которые используют Spark R. Но вот я, честно говоря, не очень себе представляю, насколько это реально адекватно и применимо в жизни, просто потому что мы берем две сами по себе довольно витиватые технологии, и когда мы их смешиваем, мы получаем что-то уже очень такое болезненное. Но, наверное, кому-то нравится. Я знаю, что даже у нас в Одноклассниках был человек, который использовал Spark R, но он использовал, использовал раз, а потом уехал в Дубай. Я подозреваю, что дело в том, что он именно пытался использовать Spark и R вместе, и это побудило его покинуть страну. Потому что меня, может быть, его выслали, я не знаю, но он просто уехал в Дубай, и все. Такой был Дима Селиванов. Ну что еще? Еще, конечно же, опасен Spark хорош тем, что там есть то, что все знают, а все знают о SQL. Ну все же знают о SQL, правда? Ну все, там, грубая, там, все вот это вот. Это то, что мы все любим. Такой guilty pleasure, но мы никому в этом не говорим, потому что если настоящему дата-майнеру, ему, конечно, да, машин-леннин, ну и вот если есть SQL, то можно просто взять кофе, налить там, делать все, что надо. Вот тут все как бы есть. Значит, и самое главное на самом деле, что если вот у вас есть большой-большой Hadoop-кластер, то вы запускаете на нем Spark, и у вас, да, действительно все работает, то есть вы там что-то подтюнили немножечко, но в целом, да, вы получаете все вычислительные ресурсы Hadoop-кластера. Очень хорошая интеграция, разумеется, с HDFS, с определенной файловой системой Hadoop, и это огромный плюс, и сразу все становится очень-очень хорошо и достаточно надежно. Есть, правда, некоторые небылицы, у меня нет этого слайда, я не стал выносить это. Меня попросили рассказать, как Spark тормозит. Ну, вообще Spark не тормозит. Это важный пункт. Но есть нечто другое. Говорят, что Spark там, типа, много быстрее, чем Hadoop, потому что он кэширует. Но будем честны, стратегия кэширования у Spark довольно витиватая, и с кэшем память быстро кончается, экзекьюторы падают, и все нужно начинать сначала. И поэтому это довольно тонкий вопрос, и если вы по-настоящему не так круто понимаете, как работает кэширование, и как вообще всем этим пользоваться, лучше не пользуйтесь. По крайней мере, тогда ваша джоба доработает до конца. И есть такая еще тоже баечка, что Spark это вообще просто все то же самое, что и Hadoop, только быстрее. То есть те же объемы данных. Кто-нибудь слышал там, не знаю, про Hive? И про пик, пик латин. Отлично. Так вот я вам скажу, что в принципе Spark ворочит терабайт, два терабайта. Ну, я бы не стал его использовать на объемах побольше. Это довольно опасно. То есть там уже начинаются реальные проблемы, и нужно быть хорошим инженером, чтобы их решить. То есть в принципе, когда у вас данных, которыми вы манипулируете, они укладываются в эти разумные, там, один терабайт, два терабайта, плюс-минус, зависимости от размера кластер, то вроде как ничего. Если же у вас не укладывается, то вот эта вот история про то, что Spark в 10 раз быстрее в классическом MapReduce, это в общем брехня. Просто потому, что классический MapReduce дочитает до конца, а Spark нет. Вот такая вот простая история. Поэтому если у вас данных совсем-совсем-совсем много, то, возможно, в каких-то случаях для предобработки какой-нибудь пик или хайв просто лучше. Ну вот. Это та правда, которой нет на слайдах, но я обещал, что я скажу что-нибудь на эту тему. Я честно сказал, потому что ее не все говорят. Ну, собственно, зачем вообще это все надо? Вот вы же все видели там Python, R. Вот я честно считаю, что самое прекрасное, на самом деле, изобретение в области датамайнинга — это RStudio. Очень здорово и удобно. То есть совершенно потрясающе. Ноутбуки типа Юпитер тоже очень-очень классный, немножко другой стиль, но кому что удобнее. Это очень здорово. И да, наверное, этого бы хватало, если бы не одно «но». То есть по умолчанию тот же самый и Python, и R, как бы мы их не любили, как бы хорошо мы не относились, даже вот при всей моей ненависти, например, к R, я пользуюсь R часто, но вот все там работает только до тех пор, пока в память помещается. То есть как только она перестает помещаться в память, то вот вы уже вынуждены думать, что же на самом деле делать. Я не говорю, что это плохо. То есть и более того, я вам чуть попозже расскажу, что в принципе Apache Spark — это не панацея, это часто просто вспомогательный инструмент для датамайнинга, и вы можете использовать все это вместе. То есть и для этого вам не обязательно использовать там, не знаю, Py, Spark или Spark R. То есть вы можете подготавливать данные на Spark, а потом уже делать какой-то быстрый машин-ленинг или наметки уже на Python, или на R, как вам удобно и как вам привычно. Вот, потому что вот большая часть моей работы, она связана именно с предобработкой и подготовкой данных на Spark. И если я могу, например, сделать машин-ленинг на том же R или на Python, я делаю его на R или на Python, потому что зачастую это просто проще. И понятно, то есть там модель покрутил, повертел, и как-то тут все психологически легче дается, чем черная консоль или даже тоже цепирин. Теперь какие преимущества есть у Spark? Ну, я не знаю, заметили вы или нет, что вообще анализ данных и обработка данных это что-то про функциональное программирование. То есть потому что у нас там есть неизменяемость, есть всякие мэпы, редюсы, это все, что характеризует функциональное программирование. В Spark есть еще, конечно же, как и в любом приличном языке, то есть Java будет приличной только с Java 9, есть интерактивный интерпретатор. Есть еще некоторые преимущества, то есть можно писать на Java, и на самом деле, ну, чем Hadoop плох, строго говоря? В Hadoop вы пишете на Java, он хорош всем, все что угодно, и даже бог с ним, что он там к диску все время лазит и в памяти не особо что делает. Проблема в том, что размер кода довольно большой, то есть радость написания какого-то машин-ленинга для обработки данных на Python и на R, она в том, что размер вашего кода очень компактный, зачастую это все помещается на один-два экрана, и вы можете легко отслеживать то, что вы делаете. То есть когда ваша программа занимает там типа 15 экранов, какой-то там сложный, но предьюса, то вам просто не очень удобно. И Spark это очень хорошее решение, потому что Spark очень компактно позволяет вам выразить свою датамайнеровскую мысль. Это очень-очень здорово. И мы увидим потом, насколько компактно. Ну, конечно, да, потенциально меньшее количество обращений к диску. То есть, да, есть кэширование. Но, как я и говорил, что это палка о двух концах, просто потому что, когда есть кэширование, тогда и память заканчивается. Ну, работа, да, поверх HDFS и YARN. Что такое YARN, знаете, да? YARN такой планировщик в, собственно, Хадупе, очень удобный, который позволяет вам разбрасывать как раз, разбрасывать вашу большую программу на много-много узлов и аллоцировать ресурсы правильно. Значит, есть поддержка DataFrame и FSQL. Более того, в Spark версии 2 есть еще датасет. Я чуть-чуть про это расскажу. И, конечно же, да, в принципе, распределенное машинное обучение в Spark тоже есть. Оно из коробки не всегда супер работает, но какие-то базовые вещи, в общем, ничего. Что-то иногда приходится кодить самому, а что-то вроде и нормально. Но, с другой стороны, как я вот… Я буду много раз останавливаться на этом вопросе, и в конце достаточно подробно, что если вы можете предобработать Spark и засемплировать, нормально засемплировать, и потом переложить это в ваш привычный environment, типа VR или Python, то лучше так и сделать. Потому что, по крайней мере, вам это просто будет проще даваться. Ну вот, давайте посмотрим. Да, функциональное программирование, к сожалению, является неотъемлемой частью жизни датамайнера, который вот ворочит большими данными. Потому что есть только два способа, строго говоря, и они более-менее эквивалентны манипуляции огромным набором данных. Это, собственно, функциональное программирование, декларативное. То есть декларативное — это SQL. И ничего другого, по сути, нет. Вы понимаете, мы берем один объем данных, применяем к нему всякие преобразования, и внутри этого объема ничего не меняется, и создается просто другой какой-то объем данных, где-то в другой части HDFS. И так, в общем, вся обработка данных проходит. Это очень такой функциональный подход. То есть как в Haskell, по сути. Теперь про некоторые особенности на предьюс. То есть вы должны держать это в голове, когда вы, в принципе, пытаетесь что-то делать с большими данными. Ну, если вы просто SQL используете, то вы можете забыть об этом на какое-то время. Ну, даже если вы уже начинаете использовать пиклатин, то вы должны тоже уже все это в голове себе представлять. То есть, ну, понятно, что неизменяемость, про которую я сказал. Вот есть ассоциативность с редукцией. Кто знает, что такое ассоциативность с редукцией? Что такое ассоциативность, кто знает? Ну, то есть вот когда вы делаете reduce, вы-то должны подставлять ассоциативную операцию. То есть где там порядок скобочек не имеет значения. Знаете, да? Это важно просто потому, что reduce так работает, что если там порядок скобочек начинает иметь значение, то все становится очень-очень плохо. Но к тому моменту, когда вы поймете, вы уже набьете себе шишек, наступите на все гравли по 10 раз, и, в принципе, интуиция вам будет говорить, что все норм. То есть вы уже будете чувствовать, что можно сделать, что нельзя сделать, в том моменту, когда это в настоящем будет важно для вас. Ну, все данные представляют собой так или иначе пары ключ-значения. Это очень важный момент, и вокруг этого много всего построено. И это тоже все очень функционально, потому что вы можете делать reduce не вообще, то есть делать там reduce по ключу, то есть сворачивать элементы с одинаковым ключом. Вот. И что еще нужно помнить про reduce? Все данные распределены по узлам кластера. Что это на практике означает? Это, например, партишнинг. То есть у вас вот есть ключи, есть значения. Вот эти вот пары, они просто распределяются по кластеру согласно, как правило, ключу по какой-то стратегии. Это может быть стратегия хеширования, может быть что-то более хитроумное. Вы можете ранжировать, например, ключи и, собственно, элементы с одним диапазоном ключей на один узел, с другим диапазоном ключей на другой узел и так далее. То есть в этом, это вот такие базовые идеи, о которых вы должны помнить. Самая большая радость программирования на Spark заключается в том, что обычное функциональное программирование, которым вы занимаетесь, программируя на Scala, например, оно с точки зрения интерфейса почти полностью совпадает с тем, что вы делаете в Spark. И сейчас я вам покажу, насколько. То есть вот это вот такое вот everyday функциональное программирование с точки зрения разработчика, пишущего на Scala. С точки зрения разработчика, пишущего на Haskell, это, конечно, не так себе функциональное программирование, но это вот для человека на Scala это вполне нормально. Дело в том, что Spark имеет все соответствующие практически инструменты функционального программирования, только уже написанные для распределенных данных. То есть вы создаете некоторые распределенные данные с помощью ProDelize. SC — это Spark контекст. То есть то, что здесь вообще весь код, он скорее про Spark версии 1.6. То есть все это легко переносится на версию 2. Я расскажу чуть-чуть о разнице, но это чуть похоже. То есть ничего принципиально не меняется. Но так вот мне было, по крайней мере, проще. Я не помню, почему. А, просто потому что у меня в том месте, где я все это набирал, по-моему, просто была версия библиотеки 1.6. Поэтому так получилось. Значит, вы видите, да, все то же самое. Все понимают, да, что вот эти две строчки ровно одно и то же. Более того, это я просто сделал скриншот из идей. Идея, например, умная. Она точно знает, что вот это вот Reduce то же самое, что сумма. Но, например, в случае Spark, конечно, она этого уже не знает. Но, в принципе, ничего не… А, это значит, что… Ой, это, кстати, очень интересно. Это профункциональное программирование. На самом деле это лямбда функция, которая… Я тут пишу x, на самом деле, я мог написать просто подчеркивание, потому что x нам не нужен. Это такая константная функция, она переводит, собственно, x в единицу. Всегда. Это очень, наверное, даже интересно и требует некоторых специальных оговорок для тех, кто не является совсем гиком функционального программирования. Все понимают, что функция вычисления длины, например, является частным случаем функции вычисления суммы. Просто потому что вот… То, что здесь написано, это просто вычисление длины списка. Потому что если вы возьмете… Что значит вычислить длину списка? Вы берете, делаете из всех элементов единиц и складываете. То есть, и, например, во многих учебниках по функциональному программированию есть такой классический кейс, когда вы берете и пишете функцию вычисления длины десятью разными способами, это где-нибудь в Real World Husky или еще где-нибудь. Вот там вот про это очень много всего. И это вот тоже типичный пример. А это просто вот безымянная функция. Это называется лямбда. И самое главное, что формат лямбды, что тут, что здесь всегда одинаковый. И, как вы видите, разница в коде между нераспределенным кодом и распределенным кодом минимальна. Это делает программирование на Apache Spark чрезвычайно удобным. Теперь вот там было такое RDD. Что это такое? Вот RDD – это очень низкоуровневый элемент, вокруг которого все в Spark построено. Это просто распределенный, распределенная структура данных, распределенный датасет, который специальным образом размазан по узлам кластера. И у соответствующего… Ну, то есть просто датасет. Датасет – это чуть более высокоуровневая абстракция, которая появилась в Spark 2. Разница между RDD и датасетом довольно условна. Просто RDD сериализуется с помощью разных видов стандартной сериализации Java или через Creo Serializer. То датасет имеет там свои энкодеры. Ну, то есть это довольно специфические вещи. То есть все, что верно… Еще, что я сейчас буду говорить, например, про RDD, вы можете точно так же перенести спокойно на более новые, более модные датасеты в Apache Spark. Но самое главное помнить, что вот это такая конструкция, которая абстрагирует для вас распределенные данные. И что вы можете делать? Есть два вида операций. Первый – это, собственно, преобразование трансформации и действие. То есть вы сначала задаете способы преобразования и ничего с вас… на самом деле ничего не вычисляется, пока вы их задаете. То есть особенность языка Scala в том, что он имеет такую возможность, что вы можете описать семантику вашей функции как lazy. То есть она по требованию вычисляется, и это позволяет вам… Вы написали что-то, оно на самом деле не считается до тех пор, пока не нужно. И на этом все построено. То есть вы пишете преобразование одно, другое, третье, а пока вы не материализуете это, то есть пока вам это не нужно сохранять на диск, там, не знаю, суммировать, вычислять значения какие-то, то это просто некоторый абстрактный набор преобразований. То есть сначала вы задаете цепочку преобразований, а потом вы ее, например, сохраняете или вынимаете оттуда первые пять значений. И вот только тогда что-то происходит. До того, пока вы не, условно говоря, запускаете руку по локоть в ваш распределенный датасет, это просто набор преобразований, и все. Что еще нужно сказать? Ну вот, наверное, все, что здесь написано, здесь каким-то хорошим языком, чтобы это можно было прочитать легко и запомнить, а так вот вокруг этого я уже все сказал. Здесь понятно более-менее, да? То есть ничего такого нет. Про вопросы чуть попозже, когда мы вот этот вот кусок с введением закроем, вы спокойно мне их зададите, там будет пять минут перерыв, вы еще даже сможете со мной что-то обсудить, а потом мы уже перейдем к какой-то следующей истории. Ну вот примеры трансформации. Ну то есть там классические, собственно, функции из набора функционального программирования, там 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 map, flatmap, фильтр, там сэмплирование, объединение, пересечение, там distant, вот всякие reduce, groupby, join, cartesian product, то есть декартовое произведение, там сортировка по ключу, ну там еще можно миллион написать, то есть их там сколько-то есть, ну миллион я это, конечно, утрирую, но вы просто можете зайти в документацию по Spark и найти просто список трансформаций. И вот когда вы вот это вот пишете, на самом деле ничего у вас не происходит, у вас ничего не считается, ресурсы классера свободны, вы просто описываете набор преобразований, которые вам нужны. Теперь действия. Вот то, что уже там начинает все мучить. Вот reduce, collect, count. Ну first take, понятно, это тоже все вот такие вот известные вещи. take sample, я даже многим из них не пользуюсь, потому что знаю, что они есть. Но типичная история, это там, не знаю, сохранить как sequence file. Sequence file это такой стандартный формат key value для HDFS, то есть он из Hadoop пришел, но часто удобнее использовать либо сохранение в объектный файл, это сервализованный формат именно для RDD, или же в текстовый файл, если у вас отведи над строками. Это очень удобно. И с этим потом можно работать. Когда вы, например, засемплировали, у вас есть какой-то большой датасет, вы его обработали, 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 а потом раз и сделали из него какой-то простой текстовый файл, потом открыли его в varie, если у вас нету там 10 миллионов строк. Если есть 10 миллионов строк, то вы открыли, попили кофе, пока он открывается, потом сделали что-то хотите. Ну вот count by key, ну for each тоже, то есть это совершенно типичные вещи. Это сейчас не очень интуитивно, как они разделяются между собой, но самое простое, вот как это себе представлять, то есть вот этого вот все-таки довольно много. Ключевой момент это вот map и фильтр, это преобразование над данными. Collect, это втягивание в память, то есть это реальная материализация. Ну и сохранение на диск, это собственно тоже мы берем что-то с одного места диска, кладем на другое место диска уже в преобразованном виде. То есть вот это очень легко себе представлять, то есть остальное уже вторично. Надо помнить про какие-то 2-3 функции в каждом из случаев. Давайте простейший пример, такой хрестоматийный. Вот, ну вордкаунтер, собственно. Я его прям с сайта взял. То есть мы берем текстовый файл, у него есть какой-то путь в IDFS, в нашем хадупе какой-то там, я его просто не прописывал. Потом что такое, как сосчитать, собственно, слова. Ну у нас такой простой случай. Мы считаем, что у нас все сплитится по пробелу. Ну на практике, как мы с вами знаем, это неправда. Но вот так вот для простоты можно. Такой очень редуцированный вариант. То есть мы, первое, что мы делаем, это мы используем flatmap. Все знают про flatmap, да, более-менее? Поднимите руку, кто не знает про flatmap. Ну, flatmap это такая штука, вот если map, а про map все знают. Поднимите руку, кто не знает про map. Вот. Не, ну map это просто, черт побери, я сказал просто. Как бы правильно сказать про… Поднимите руку еще раз, кто на Haskell это? Ну-ка, давайте-ка. Вот, как мы знаем с вами, что map это что? Это функтор, да? То есть правильно бы, наверное, если бы я определял map, я бы должен был сейчас выписать, значит, свойства, функтора и все такое. Но на самом деле нет, map это очень просто. Map это, когда вы берете одни данные, применяете каждому элементу этих данных какую-то функцию и получаете другие. Flatmap очень похоже, но у вас flatmap может… Flatmap у вас преобразование возвращает не одно данное какое-то, не один к одному, а один ко многим. И потом вы раз и берете, растягиваете это в один датасет. То есть это… То есть что здесь происходит? Здесь line разбивается на… по пробелам на слова. То есть здесь у вас получается, условно говоря, список слов. И flatmap действует так. То есть ввиду того, что строк много, у вас получается как бы список списков. И есть значение, собственно, вот flat как глагола. То есть мы берем список списков и разворачиваем это в один список. То есть так работает flatmap. Причем семантика в flatmap одинакова. Она одинакова что в Scala, что в Spark. То есть это всегда такая простая техника. Дальше мы уже получаем таким образом, после того как мы его flat, мы взяем список слов. И что мы должны сделать, чтобы сосчитать? Мы должны сначала, как мы делаем? То есть вы же, наверное, решили эту задачу в императивном виде, когда кто-то в школе учился, правда? Сосчитать слова или статистику по буквам в слове. Как вы делали? Вы заводили там хэш-таблицу, да? Правда ведь? И считали. То есть когда вы были маленькими и не знали ничего про там большие данные, как решается эта задача? То есть вы берете, создаете хэш-таблицу, лукапите в эту хэш-таблицу. Если там, значит, слова нет, вы добавляете и со значением один. Если, соответственно, там уже слово есть, то вы вынимаете это значение, увеличиваете его на единицу. Ну вот так в школе делают обычно. Но здесь, на самом деле, ровно почти то же самое. То есть мы преобразуем слово в пару. Это, собственно, кортеж, обычный себе, двухэлементный. Пару слова и единичка здесь. Мы считаем, что у нас датасет не очень большой, потому что часто, ну вот, надо сказать 1L, чтобы это был long, потому что в Scala есть вывод типов, и по умолчанию он, если нету соответствующего суффикса, он считает, что как в, собственно, в языке C, в языке Java и во всяком, ну вот, в C-подобном legacy, он считает, что это int. То есть это обычно себе до минус 2 в 31 минус единицы, нет, от минус 2 в 31 до плюс 2 в 31 минус единицы. Вот. То есть не очень много с точки зрения big data. То есть никакой big data здесь быть не может, потому что это какие-то жалкие 2 миллиарда. То есть что там? Вот. Потом вы делаете reduce by key. Вот. Это, на самом деле, тоже лямбда функция. Она эквивалентна, если здесь есть маркер, то я мог, наверное, маркер, а здесь есть маркер, да, я могу написать. Мне кажется, чтобы... Вот это wildcard, это то, что многим нравится в Scala, мне очень не нравится, потому что это очень непонятно, если вы никогда этого не видели, не работаете с этим все время. А самое главное, что вы можете написать код с помощью подчеркивания таким образом, что никто не сможет его читать, кроме вас. А главное, что через неделю и вы не сможете его читать. Просто потому что у вас будет подчеркивание, плюс, подчеркивание, 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 скопчик, подчеркивание и так далее. Это будет похоже на азбук Morsos. На самом деле означает, что у вас там какое-то есть какой-нибудь такой Что-то в этом роде. Потому что скала слишком умная, она в состоянии отследить что там x, что там y и сложить. То есть на самом деле мы просто берем и складываем. Идея такая, что мы берем и складываем все соответствующие значения для каждого конкретного слова. Таким образом мы просто считаем слова. То есть если бы мы делали это как-то более здорово, то мы могли просто передать плюсик как функцию отдельно. Ну вот тут вот так. То есть понятно, почему плюсик просто передавать нельзя. Тихо с функциональным программированием понимаешь, что тут есть свои трудности. Но это вроде как понятно, потому что к этому привыкаешь. с этого не слишком много. Самое главное, что еще да, в скала есть большой минус, что это не единственная семантика. Вот подчеркивание. Есть очень разные вещи с этим связанные, поэтому когда этого много, вообще ничего не понятно. Ну общую идею все понимают. Просто взяли и сосчитали. В reduce-баки мы просто сложили все цифры вот здесь вот с одинаковым борт. Все просто. Понятно? Теперь давайте посмотрим, что еще можно из простого в Spark. Мы можем взять и сделать это вот это фрейм. DataFrame – это такая таблица. Такой обычный DataFrame, наверное, как в R или в Pandas, и вы можете внутри этого DataFrame делать какие-то SQL-запросы. Причем более того, я бы сказал, что в Spark это сделано, может быть, даже более нативно, чем где бы то ни было. То есть вот создаем DataFrame. Мы говорим, что у него есть такая колонка и такая колонка. И можем отфильтровать и посчитать. То есть вот там даже прям что-то выведет. То есть вот эта трансформация, а вот это вот действие, потому что и результатом этого будет какое-то число. То есть сколько у нас слов в нашем файле, у которых там частота больше десяти. Потом мы можем, не знаю, создать временную таблицу, например, если у нас… Мы любим SQL сильно, то есть мы фанаты SQL, то мы можем создавать кучу темповых таблиц и между ними делать join'ы и всякие другие сложные операции, просто используя SQL. Это очень-очень удобно. То есть вот если вы были бухгалтером, потом решили стать датамайнером, это для вас. То есть вот вообще, мне кажется, что любой человек, пришедший, например, из банка, он может раз сразу… Опа! И вот он уже настоящий big data geek просто. Примерно никаких усилий не нужно. Шоу просто отображает первые 30 или, не помню, 20 записей в таблице. Ничего интересного. Ну, правда ведь очень просто. То есть вообще никакого специального усилия. Раз – и все. Теперь самое такое страшное во всем этом деле. Дело в том, что было бы все очень классно. То есть вот если мы… У нас есть обычный там код, который мы можем выполнить в Scala на одной машине, и вот почти точно такой же можем выполнить в Spark на большом количестве узлов. Но мы-то с вами знаем, что наверняка есть какие-то косты у этого. А косты, в первую очередь, это косты переноса данных между узлами. Откуда этот перенос берется? Дело в том, что для того, чтобы произвести вычисления с данными, у которых один и тот же ключ, нужно сделать так, чтобы эти данные находились на одном узле. Понимаете, да? Физически. Иначе эти вычисления сделать нельзя. Поэтому самая болезненная вещь… То есть вот я считаю, что вот… Что такое shuffle? Обычно программисты тоже не всегда понимают, поэтому я вот не то, что shuffle для обычного программиста за две минуты. То есть это процесс переноса необходимых данных между узлами. И в зависимости от того, как вы пишете на Spark, от этого зависит размер shuffle. Чем больше shuffle, тем хуже. Если shuffle очень большой, то у вас вычисления могут не закончиться, у вас может что-то сломаться, считаться будет очень-очень долго. Значит, подробный разбор этого вопроса выходит несколько за рамки нашей коротенькой лекции, потому что про shuffle можно было устроить две-полтора часа, наверное, на всяких-всяких примерах. Но самое главное, что вы не думали о том, что это какая-то магия и примерно представляли, о чем речь. То есть вы можете найти очень много интересных статей и ресурсов в интернете, где все про это рассказано. Сейчас вы должны помнить, что для того, чтобы взять и сосчитать статистику нормально по одному слову, соответствующие данные должны просто находиться на одном узле. Понятно? Вроде как плюс-минус. Но в большинстве своем, когда вы начинаете, вы этого не чувствуете. Вы начинаете это чувствовать, когда у вас происходят какие-то уже очень сложные преобразования, нужно делать там джойны, декартовые произведения, и когда у вас там взрывается датасет, и тогда размер shuffle может резко расти. А пока вы находитесь внутри каких-то очень небольших задач, то вроде как ничего. Давайте сделаем простой какой-нибудь кейс. Ну что это простой? Он потребует от вас работы головы. То есть вот в принципе в Spark, если мы leap, это распределенный, значит, machine learning, внутри него есть масса всяких вещей, связанных с рекомендациями, ну может быть, ну масса — это я, конечно, сказанул, не так уж и много, но достаточно, чтобы делать что-то вот нормально. Но мы сейчас решим с вами задачку. Мы попробуем просто в рамках небольшого количества кода разобраться, как написать рекомендации на Apache Park. Поднимите руку, кто вообще знает, сколько коллаборативная фильтрация? Item-to-item. Кто не знает? Хорошо. Неважно, как оно сейчас называется. Тот, кто знает, тот увидит все нужное прямо на экране. А тот, кто не знает, просто разберется и поймет, как это работает. Давайте попробуем. Значит, идея. Что мы хотим? Ну давайте вот просто, да, как рекомендовать интересное сообщество для пользователей. То есть если мы рекомендуем друзей, будет та же самая проблема, по сути. То есть алгоритм варьируется, но концептуальная его часть, как правило, всегда одинаковая. Давайте подумаем, вот что вы знаете про рекомендацию друзей? На основании чего она работает? Кто знает? Поднимите руку. Вот какая такая killing-фича? Общие друзья. Ну, про общих друзей это отдельный разговор. Я не знаю, знаете ли вы или не знаете, что это так себе killing-фича. И кривая имеет насыщение, а вообще даже и спад, если внимательно ее изучать. То есть это в фичах хороша, когда количество общих друзей там типа 2, 3, 5. Ну, например, когда их там 35, она уже так себе хороша. То есть строго говоря, вероятность, она уже не увеличивается с добавлением друзей, а зачастую просто падает. Ну, это понятно тоже, с чем связано, если вы подумаете, потому что если вы до сих пор не добавили этого человека в друзья, до сих пор имея с ним 35 общих друзей, то сериал вообще нужен. Наверняка с вами такое происходило, с каждым же, наверное. Поэтому мы сейчас рассмотрим чуть менее очевидный кейс про интересные сообщества, то есть группы, если мы возьмем социальную сеть, да будь то одноклассники, будь то это ВКонтакте, да неважно. То есть задача. У всех есть какие-то интересы. Про интересы мы вообще сегодня еще не один раз поговорим, поэтому это нас касается напрямую. То есть как мы вообще должны поступить? Вот у нас что есть изначально? Изначально у нас есть набор пар, то есть у вас есть уже какие-то интересы, правильно? То есть вы, вот вы user id и у вас есть там набор групп, правильно? То есть строго говоря, мы имеем цепочку пар, user id и, соответственно, group id, правильно? И как мы же мы должны все это преобразовать? Давайте посмотрим, давайте научимся думать в терминах MapReduce. Я вам так сразу скажу, что человек вот сходу, который пришел после Python или после R, который что-то сделал, вот обычно не может просечь вас особенно вот этот шаг, то есть он тяжело дается, потому что он требует некоторой смекалки, хотя он вполне распространенный. Но, тем не менее, если вот объяснить все, то сразу встал, что нам все легко и появляется уже в голове какая-то техника. То есть когда вы будете сталкиваться с похожей задачей, вы сразу будете понимать, что делать. Поэтому мы сейчас очень подробно пройдем. Вы еще не очень устали? Нет? Нормально? Смотрите, первый шаг, который мы должны сделать, то есть самое неочевидное, это, конечно, для начала мы должны понять, что мы хотим. То есть если в случае друзей, рекомендации друзей, критерием качества, можем взять одну фичу, это будет количество общих друзей, правильно? То в случае рекомендации сообществ, наверное, хорошим критерием похожести двух сообществ, нам же нужно для начала построить матрицу похожести между сообществами, правильно? А дальше уже понятно, что делать. Там может быть random log, может быть все что угодно. То есть в зависимости от того, какой объем данных и что мы хотим. Мы хотим, наверное, взять для начала и для простоты это очень хорошо, количество общих юзеров между сообществами. Это очень такой simplified вариант, потому что есть сложные аспекты, связанные с каннибализацией. Например, есть аспекты, связанные с большими диверсифицированными группами, с малыми группами, где вот эти вот законы похожести работают уже не так хорошо. Ну то есть понимаете, да, что если там группа-миллионник, то там есть все подряд. И это как бы ни о чем нам на самом деле не говорит. А вот если, не знаю, это группа-любители-модельяне, ну тут как бы уже неплохо. Все знают, что такое модельяне, нет? Или я что-то такое сказанул, да? Художник такой, знаете, такие прекрасные женщины на картинах. Все идут в музей после вот этой лекции, понятно, да? Все просто идут, гуглят, есть ли модельяне. Я не знаю, есть ли модельяне в Третьяковке или в музее имени Пушкина. Ну, в общем, по крайней мере, идем в интернет и смотрим на модельяне. Чтобы я не слышал, чего не было. Итак, ну идея понятна. То есть если есть узкоспециальные группы, там все очень круто. Ладно, возьмем более простой пример. Группы про Москву и Питер. То есть там они будут очень похожи между собой. То есть у группы про Москву они всегда будут в списке похожи. Итак, первое действие. То есть мы начинаем отсюда, а хотим иметь для каждой пары группа-группа некоторое число, которое, по сути, какая-то функция от количества общих пользователей. Первый шаг, который мы должны сделать, и он довольно очевидный, сделать reduce-баки. Часто у нас прямо даже такая форма есть. То есть изначально мы можем прямо отсюда и идти. Это зависит от того, в каком виде данные у вас есть. То есть, в принципе, это тривиальный шаг, его можно опустить. Почему, собственно, map? Если у нас, например, вот сразу вот так вот все не дано, то что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы делаем map и получаем одну группу, но у нас будет тип, если это long, то это будет long и list of long. То есть потом, когда мы будем делать reduce-баки, мы получим вот прямо вот это. То есть на самом деле в идеале у нас часто уже даже вот это есть. То есть даже это, ладно, это просто специальная форма, которая позволяет нам к этой легко перейти за счет reduce-баки. Потому что редюсером в данном случае будет функция конкатенации. Понимаете, да? То есть мы просто списки будем… Вот. Но часто это у нас уже тоже есть. И основная психологическая, на самом деле, конечно, проблема – это как нам из вот этой вот информации перейти вот к этой форме. То есть что мы должны сделать? И вот когда вы просто dataminer такой, ну, у вас будет какая-то рутинная работа, когда вы строите модели, вы должны там придумывать хорошо фичи, как-то их комбинировать, вы должны хорошо знать какие-то алгоритмы, которые есть, правильно выбирать, делать там sanity check, там, не знаю, делать какой-нибудь co-fold и там видеть, где у вас какие проблемы есть, то есть есть ли айзерфитинг. А когда вы пишете алгоритм, вы должны… и вы пишете преобразование данных какое-то серьезное, вы должны видеть какие-то скрытые возможности. На самом деле здесь очень много скрытых возможностей. То есть можно построить, условно говоря, довольно быстрый алгоритм, там, с одним небольшим шафлом, то есть сравнительно, который вам позволит получить из этой структуры вот эту. что нужно сделать? То есть какая информация здесь скрыта? Вот давайте посмотрим. То есть если мы закроем… Нет, будет… Вот на самом деле получается уже очень круто. То есть на самом деле user id мешает нам сосредоточиться. Сейчас нужно закрыть что-нибудь. Давайте закроем. что мы можем сказать точно. Потому что если нам нужно для каждой пары групп иметь количество общих пользователей, но мы только что одного закрыли, на практике это означает, что для любых двух в этом списке есть один общий. Правильно? Вот это вот прямо хак, который позволяет нам реально построить систему рекомендаций размером в один слайд. Понимаете, да? То есть что мы должны сделать? Мы должны взять список групп по х, список групп по у и взять, условно говоря, верхнюю треугольную матрицу. Правильно? Ну вот… Да, ну да, да, да. Очень понятно. Понятно, вот… Во-первых, то есть понятно, да? А… А… Да. А на бега мы группа IT именовали группа… А, нет, нет, я сейчас объясню, извините. Да. Дело в том, что… Смотрите, у нас есть изначально просто… Это какой-то юзер, какая-то группа, потом мы делаем какой-то юзер и какая-то группа, которая элемент списка, а потом, когда мы делаем на самом деле reduce by key, у нас много-много разных групп. Я поэтому написал, что группа 1, группа 2, группа 3. Ну, это, на самом деле, это группа ID 1, группа ID 2 и так далее. Чтобы она у меня просто влезала, на самом деле, в слайд. Если я напишу группу ID, она уже не будет влезать в слайд. То есть это… Я понимаю, что это может быть контр-интуитивно, просто это какие-то группы, которые получились после reduce. Понятно, да? Конкретные значения группы ID. То есть вы, на самом деле, даже можете думать, что у вас такой список есть изначально, потому что сейчас он такой есть. Но вы должны в голове всегда иметь технику, как из простого, из простых пар получить вот так. Вот такое вот. Потому что это хорошее упражнение для функционального программирования. Просто конкатенацией в редюсере. Вот. И когда у вас вот это уже есть, вы берете соответствующие пары, каждый с каждым, и делаете flat map. То есть вы получаете список. И получаете длинный, 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 длинный список. И вы просто забываете этого юзера каждый раз. И у вас, например, может быть очень много пар групп 1, групп 3. Собственно, чем больше их после того, как сделать редюс баки, потому что теперь вот это ключ композитный, состоящий из двух лонгов. Когда вы делаете редюс баки, вы обнаружите, что, например, если действительно таких пар много, то и, соответственно, значение. Вот это вот будет большим после редюсера. Нет, flat map возвращает… Сейчас я на самом деле покажу, как это реализовано. То есть это вопрос… Тут это может быть не сразу понятно. То есть на самом деле flat map вернет следующее. Flat map забудет ваш юзер ID, но для каждой строчки, то есть для каждого юзера ID и списка групп, он вам вернет список вот, собственно, вот эту самую верхнюю треугольную матрицу или нижнюю треугольную, которую возьмете. Вот. И, собственно, зачем нам нужен flat, чтобы сделать из этого просто длинный список? Потому что у вас будет список соответствующих списков. То есть flat map надо начать так, что это flat от map, строго говоря. То есть сначала вы делаете map и получаете список списков, потом вы делаете flat и получаете список. Вот. А после этого вы просто делаете reduce баки и получаете, да, вот то, что вы хотели. То есть ничего лишнего. Вы просто получаете группа, группа и количество общих пользователей. Потому что чем больше… То есть если количество… Если у нас было там, не знаю, пять пользователей, которые одновременно находились в группе 1 и в группе 3, то у нас будет ровно пять вот таких вот строк. А вот здесь он нам не нужен. Здесь его нет. Мы про него забыли. И вот это да, это будет такой моментик, что нам нужно будет… Там будет некоторое перераспределение и partitioning с этим связанный. Это как раз тяжелый вычислительный элемент, что на самом деле сначала у нас оно все как-то лежало на диске по вот этому вот ключу, а потом раз, и оно стало лежать по вот этому вот ключу. Это тяжелая операция. Разобрались? Ну, я знаю, что это довольно сложно, и сначала вот с полточка тяжело дается. Но в целом это общая техника построения рекомендаций вот на основе какого-то общего количества друзей, общего количества похожих групп, интересов и так далее. Да, это работает. Там нужно делать всякие специальные отсечения, безусловно, связанные с тем, что есть, например, какая-то группа, в которой 4 миллиона участников, есть группа, в которой 10 человек, и все эти 10 человек состоят в той же группе 4 миллиона участников просто потому, что это там группа-миллионник, и в ней есть просто все. И, строго говоря, нужно просто брать в расчет тот факт, что похожих групп зачастую осмыслены только, если они внутри какого-то сравнимого объема. То есть, если, например, группы в миллион и в 10 миллионов, это еще ничего мы сравниваем. Ну, гипотетически. Или, там, не знаю, группу в 5 человек, в 10 человек, а группу в 5 человек, в миллион человек сравнивать бессмысленно. Понятно, да? Можно сказать? Да. Ну, мы, по сути, взяли список двух, которые на все подходит для этого жеста? Да, да, конечно. А что нам даст похожесть этих двух? Она нам даст вот… С новыми будем сравнивать списком двух, которые нам сейчас стоит? А что это нам даст? А даст нам это следующее. То есть, на следующем этапе что я могу сделать? Я могу, имея такую матрицу похожести, я могу для каждой, условно говоря, группы, в которой… Ну, если совсем в лоб и по-тупому. Для каждой вот этой вот группы порекомендовать для этого пользователя похожие. Мы сравнивали между собой только 5, в которой он стоит? Нет, мы сравнивали между собой не совсем так. Мы сравнивали вообще группы безотносительно людей. Мы сравнивали их по количеству. То есть, мы забывали этого самого юзера, и поэтому мы сравнивали группы между собой в общем объеме, а не локально. То есть, вот… Мы… То есть, тут главная величина, на самом деле, не юзер, а группа. То есть, по сути, мы что сделали? Мы просто взяли, сложили все в большую кучу и сосчитали, сколько у каждых, у любой пары этих групп общих пользователей. Вот. И после того, как мы эту величину получили, у нас есть некоторая степень похожести. Мы можем придумать какую-то функцию от этого количества общих пользователей, которое будет нам давать вот этот вот similarity между группами. Ну, например. На самом деле, неважно. То есть, тут может быть все, что угодно, это общая техника. То есть, тут как угодно. Джакартовое расстояние, да, нам на самом деле тоже там что-нибудь, безусловно, даст. И главное, что какие-то эффекты уйдут, связанные там с разницей в размере групп, там, ну, всякое такое, да, как вариант. Ну, мне нужен был какой-то максимально простой пример. Потому что и так не всем зашло, я вижу. Давайте посмотрим на код. И, наверное, надо перерыв делать, да? Сколько? До окончания, да? До перерыва. До перерыва. О, ну, вообще хорошо. Я просто не очень слежу. То есть, как тут по времени. Смотрите. Во сколько у нас все заканчивается вообще? В 2. В 2. Ох ты, ешкин кот. Давайте мы сейчас быстренько посмотрим на этот код. Если мы закончим в 2.10, никто не умрет, потому что людям тяжело зашло. Нет, мы можем? Хорошо. Ну, то есть, я просто боюсь, что если я… Либо я сейчас без перерыва, либо я буду очень быстрый. И самая веселая часть, на самом деле, она потом. Сейчас просто introduction. А дальше что вы можете сделать, если у вас это уже есть? Вот это довольно страшно, да? На самом деле это просто функция, которая вычисляет вот те самые пары. То есть, вот это вот то, что попадает во внутрь слот-мэп. Вы просто можете на это посмотреть, и ничего интересного, кроме банального просто вычисления пар не происходит. То есть, посмотрели и забыли. То есть, вот она императивная. Это вот не функциональный кусок. Ну, тут и видите, и размер, собственно, нашего… Да, да, да. То есть, даже размер, как… Количество групп на количество групп делить на 2. То есть, там сдвиг на единицу. Ну, и вот и вся реализация. То есть, вот алгоритм… Вот у нас та функция, если мы ее написали, если у нас есть набор пар, мы просто раз и все. То есть, это весь код. То есть, он реально весь. Дальше мы здесь какую-то функцию уже над количеством shared user делаем. Правда круто? То есть, вот и все. Вот вообще. Конкатенация. Это конкатенация списков. Это не опечатка. Было бы здорово, конечно, но нет. Вот, я поэтому и спросил, кто на хаскале пробует. Посмотрите, ну, вроде как ничего сложного. Подчеркивание 2 – это второй элемент кортежа. Точка подчеркивания 2 – это второй. То есть, вот это возвращает нам… Вот эта вот пара m, и мы берем… Что такое m здесь? Это user id и список групп. Мы генерируем пары просто из списка групп. Поэтому нам нужен второй элемент кортежа. Ну, я просто написал так компактно, можно было написать более развернуто, наверное, но я поленился. Он возвращает нам RA-буфер, в котором содержится пара группа, группа, запятая единичка. Вы считаете, первый элемент… Да, первый элемент в кортеже, безусловно, считается ключом. То же самое. То есть, мы здесь отфильтровываем. Понятно, что мы должны здесь забыть про те случаи, когда пересечение между группами оказывается меньше, чем какой-то порог. Это просто фильтр, вы можете по нему забыть. Здесь, на самом деле, он должен быть более сложным. Это такой фильтр, так себе. Почему отсекаем? А почему отсекаем? Потому что зачастую это удобно. Тут просто функция отсечения должна быть сложнее. Здесь она такая очень простая. Потому что функция отсечения должна включать в себя, строго говоря, какие-то данные о размере этих групп. И я этого не сделал просто потому, что для того, чтобы это сделать, нам нужен был дополнительный join. Просто чтобы модель была немножко simplified, то есть, если бы здесь был еще один join, вот здесь вот, это было бы нормально. То есть, ничего сложного здесь не было бы, ничего бы не упало. Был бы join, и тогда здесь просто была бы более сложная конструкция, более сложная функция отсечения. Ну, как, съели? Ничего? Все, можно сделать перерывчик на пять минут. Просто дело в том, что мы с вами интересно поговорили и задали вопросы некоторые без микрофона, и их не слышно в трансляции. Вот, поэтому я предлагаю, если вот они будут, может быть, мы после второй части все-таки вопросы будем делать с микрофоном, для того, чтобы те, кто смотрит трансляцию, тоже были в курсе того, что мы тут с вами интересно обсудили. Можем сейчас тоже задать свои вопросы, если они есть. Все, а кто-то смотрит трансляцию? Вообще-то да. Господи, господи, господи. Надеюсь, я не сказал ничего плохого. Я просто предлагаю, чтобы лектор повторял вопрос. Наверное, это будет быстрее, нет? Ну, можно попробовать, на самом деле. Давайте сделаем так. Если вот сейчас ты готов уйти на перерыв, и, в принципе, это слайд последний в этой части, то мы сейчас можем коротко еще раз спросить, если у кого-то еще есть какие-то вопросы дополнительные, а потом уже в конце следующего блока тоже сделать перерыв на вопрос. Да, в следующем блоке не будет кода практически, то есть его будет минимум. Но зато будет много-много интересного.